26 января в Музее истории Казанского университета состоялось открытие выставки новых поступлений в Музее ВУЗа за 2023 год. Фонды Музея истории Казанского университета в 2023 году пополнились двумя 150 предметами. Коллекцию фотографий и документов для выставки, приуроченной к 110-летию профессора Ивана Иоаненко передал его сын. Среди этих материалов письма, почетные грамоты, дипломы и аттестаты о присвоении научных степеней и званий, а также книги с дарственными надписями из личной библиотеки. Что касается пополнений, то с ухода Ивана Михайловича прошло достаточно много лет. Он скончался в декабре 1989 года, но сейчас был хороший повод, чтобы пополнить информацию, пополнить материалы. Фактически я передал основную часть архива, который сохранился от Ивана Михайловича. Архив сам по себе чрезвычайно интересный. Он сам любил собирать как специалист-историк документы, материалы. У него интересные книги. Некоторые из них вот здесь представлены на выставке сегодняшней. Большую группу предметов, более 40 единиц, подарила музею Татьяна Вечелковская. Ее отец Герман Бищаков с отличием закончил юридический факультет Казанского университета. Затем работал в органах прокуратуры Оренбургской области и занимал должность исследователя, прокурора следственного отдела прокуратуры. Начальника отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел. Эта коллекция включает в себя личные служебные документы, короткие дневниковые записи, а также семейные фотографии с 1930 до 1970 года. В январе каждого года в Казанском университете открывается выставка новых поступлений в музей университета за предыдущий год. И в этом году мы тоже сделали подобную выставку. Всего за год поступило около 500 экспонатов. На этой выставке можно представить, какими интересными предметами пополнились коллекции музея истории, зоологического музея и гербаре, этнографического музея и геологического музея, а также музея лаборатории Завойского. Интересно, что продолжают передавать коллекции в университетские музеи не только выпускники, продолжая формировать архивы, связанные с династиями университетскими. Например, как Сергей Иванович Иоаненко, он передавал на протяжении целого ряда лет архив своего отца Ивана Михайловича Иоаненко. Таким образом, состав коллекции музея пополнился множеством экспонатов, которые станут доступны всем желающим. Это отличная возможность глубже погрузиться в историю, узнать больше о значимых людях университета. Выставка будет проходить всего месяц. Валерия Карташова, Тимур Ахметов, Универ Новости.